Ты такой берешь и он такой, ну не знаю, бежит, но меня что-то так сильно унесло, что я унеслась. Сколько раз я играл на этих висках? Я не помню. Вот эта возможность инструмент раздвинуть, это плюс 200 очков, типа, Гриффин за руда или Слизерин. Есть волынки, да, волынки, волынки, да, от этого очень все зависит. Они очень похожи, те, кто глубоко не изучают эту музыку, они думают, что все одна мелодия. Откуда-то берутся люди, которым это интересно, и вот вы сюда пришли, это очень круто, мне кажется. Потому что мне, как человеку, который играет эту музыку... Я могу еще вот такой взять. Нет, я лучше такой не буду, я вот этот возьму. Вот такой. И вот такой. Это должно вам сразу намекнуть на то, что одним вислом вы в жизни не обойдетесь. Вот, собственно, и все. Это вот такую штуку. Еще у меня есть блок флейта, но мне кажется, она скорее для сравнения, если вдруг придется проводить какие-то аналогии. Потому что мне кажется, что их придется проводить. Вот. И прежде чем что-то рассказывать, я бы очень сильно хотела познакомиться с вами и узнать бэкграунд, потому что, мне кажется, от этого я буду отталкиваться, когда буду разговаривать. Ну, мне кажется, это в простой форме, можно сделать, поднимить руки те, кто... И первый вопрос будет, кто вообще никогда на такой штуке не играл и пришел просто посмотреть и узнать в первый раз? Ага, так, целых три человека... Тихо там. Целых три человека уже на нем чего-то играют, правильно? Это второй вопрос. Кто из присутствующих... Ну, знаком с нотной грамотой, имеет какой-то музыкальный бэкграунд, там, образовательский? Ага. Чего бы такого еще спросить? Те, кто уже играет на Висле. Как долго вы играете на Висле? И вас мало, поэтому я хочу, чтобы вы ответили вслух. Месяц. Месяц. Плюс-минус так же. Плюс-минус так же. Тоже пространство для ответа индивидуального каждому. Почему Висел? Можете все сказать, кто хочет, говорите. Почему? Красивый таймер, спасибо. Это то, почему и я тоже. Еще что-нибудь? Традиционная музыка. Разнообразная. Разнообразная. То есть, уже на чем-то играли, захотелось что-то новое. Традиционная музыка. Знакомость с традиционной музыкой интересует традиционная музыка. Я подумал, что инструмент простой. Я тоже. Но все оказалось не так. Так, да, ответ на вопрос, простой это или нет, я отложу на середину, наверное, и ответ будет нет и да, одновременно. Вот. Хорошо, давайте тогда я про Висел расскажу. Собственно, у меня Висел, потому что кто сказал, что это необычный тембр, это вы сказали. Совершенно так. По сути, что это такое? Это просто свирель. Любая простая народная дудка, которая есть абсолютно в любой стране. Можно сказать, что это чуть-чуть похоже на блокфлейту, но нет, 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 совершенно не похоже. Главное отличие это то, что никаких октавных дырок нету. То есть, вот это заднее отверстие, которое есть на блокфлейте. То есть, уже по этой причине вы их сравниваете как-то, ну, по принципу игры на них уже будет неправильно. Если видели когда-нибудь русскую свирель, что-то похожее на русскую свирель. Вот у меня, кстати, почему-то с собой есть русская свирель, я не знаю, зачем я ее положила, но вот она. Также фирма Иволга, которая вот представлена вот здесь вот на этом стенде. Вот это свирель, как бы вот это Висел. Вот смотрите, мне кажется, это, ну, близко. В общем, я бы назвала так. Так, Висел это свирель Ирландии, Шотландии, Англии, ну, и всех стран, которые исполняют музыку из этого региона. Потому что из этого региона куча народу переехала потом в Америку, в Европу, в Канаду и продолжили там играть свою музыку. И она там видоизменилась, превратилась во что-то еще. Вот, собственно, и все. По принципу это одинаковые инструменты. Тембр. Почему у него такой тембр? Потому что он делается, ну, изначально делался из железки. Вот. Если мы сыграем мелодию на свирели и на Висле, будет совершенно разное ощущение. Потому что железка звучит громко. Громко, пронзительно. Она такая холодная, она такая визгливая. Вот. И поэтому люди, которые пришли за Вислом, не знаю, мне как-то сразу, они мне близки. Потому что я люблю визгливые вот такие вот звуки. Да. Так. Еще я хочу сказать, что Висл бывает. Вот такой. Вот такой. Вот такой. И вот такой. Это должно вам сразу намекнуть на то, что одним Вислом вы в жизни не обойдетесь. Ну, может быть, только если вам нужно играть только в пяти тональностях. Вам хватит одного Висла. Вот. Ну, а вообще, вам нужно иметь, ну, хотя бы два. Если вы хотите играть на Вислах много. Дело в том, что Висл это, опять-таки, давайте с блокфлейтой сравним. Блокфлейт это хроматический инструмент. Он смешной, похож на детскую какую-то там игрушечку. Но это не так. Блокфлейт это классная штука, если она там более качественная из дерева. Она играет все. Потому что у нее есть все ноты. Все диезы, все бемоли, все вообще звуки. А у Висла нет. Потому что это хроматический инструмент. А это диатонический инструмент. В чем разница? Здесь нету диезов, бемолей. Ну, за исключением некоторых. У каждого Висла есть своя тональность. То есть, это та гамма, которая получится, если просто играть все ноты подряд. Вот с самого низа. Сейчас звучит Ре мажор. Вот. Если кому-то непонятны какие-то термины, которые я произношу, обязательно, пожалуйста, переспрашивайте. Я постараюсь как-то ответить более там по-простому. Ну, что там за слово, там, тональность, или хроматический, или диатонический. Я, в общем-то, постараюсь. Потому что, опять-таки, кто-то с бэкграундом, кто-то нет. Если я возьму вот такой Висл, он чуть-чуть длиннее. Ну, он синий, потому что он другой фирмы. Но он просто еще и длиннее. И сыграю то же самое на нем. Звучит тоже такая веселая, позитивная гамма, но это не Ре мажор. Это Си бемоль мажор. Я могу еще вот такой взять. Нет, я лучше такой не буду. Я вот этот возьму. Это был До мажор. То есть, из чего мы делаем вывод, что одна флейта, одна тональность. Тональность – это как бы набор нот, в которых вы можете играть мелодию. Здесь есть все тональности, а на Висле есть как бы одна. Но на самом деле не одна. То есть, я бы так сказала, что штук пять у вас будет. Штук пять разных тональностей, в которых вы можете сыграть мелодию. Ну, для сравнения, например. Давайте браться Якова, потому что это что-то простое. Братец Яков, например, в Ре мажоре. Братец Яков в Соль мажоре. Даже вот в них смогла сходить, кстати, а там не могла. Еще, наверное, браться Яков у меня получится в Ля мажоре. Вот, короче, я нашла трех братцев Яковов на одном Висле. К сожалению, возможно, больше я не смогу сыграть эту мелодию от разных нот. Я смогу вот только, наверное, три раза сыграть. Все, у меня закончились какие-то дополнительные звуки. На блок-флейте я могу сыграть ее, наверное, сколько у меня, 24 попытки будет. Я смогу сыграть, да, с учетом всех диезов, бемолей, вот этих вот знаков, которые меняют ноты, которые добавляют к восьми звукам обычные гаммы до мажора еще вот эти черно-белые клавиши. Ой, то есть просто черные. И их становится сколько? 14? 12. 12, ну, почти. Есть какие-то вопросы по вот этой теме? Чем отличается диатонический инструмент с ограниченным набором звуков от хроматического, типа блок-флейты или большой флейты, например? Все, отлично, отвечаем. Так, берем висел. Нам нужен братец Яков, давайте в какой-то нанести, который у меня не получилось. Симожор. Симожор? Не, не. До мажора, подожди. Стоп. Сейчас, подожди. Пока работает, давайте проверим, что будет дальше. Погиб. В целом, неплохо. Одна нота у меня вызвала стресс. Это нота вот эта. Не буду говорить название, не все, может, никто-то не очень на нотах разбирается. В общем, вот эта нота. Вот она. Мне пришлось закрыть половину отверстия для того, чтобы получился четвертый братец Яков на этой флейте. Я не говорю уже про песни, в которых очень много нот, они там меняются постоянно. То есть способ сделать из этого инструмента хроматический инструмент. Играть, закрывая часть отверстия. Я не хочу говорить половину, потому что половина будет не очень корректна. Где-то нужно половину, где-то нужно одну треть, где-то нужно одну четверть. Это надо искать на ощупь. Если для вот этой дудки написана просто аппликатура, и вы просто смотрите любой звук, и там написано, как его брать, то здесь вы сидите перед тюнером, штука, которая показывает, фальшиво или не фальшиво звучит нота. И вот так вот делаете. Ой, высоковато. О, нормально. Тип того. Вот. И таким образом вы изучаете свой инструмент, насколько надо закрыть отверстие, чтобы получить вот этот дополнительный звук, дополнительную ноту. Кроме звуков ре мажора. То есть вообще какие звуки в ре мажор? Давайте все ноты на этой флейте разберем. Ре, ми, фа диез, сразу, соль, ля, си, нота без пальцев, до диез. И все, и пошли дальше. Ре, ми, фа диез, соль, ля, си, до диез, ре, ми, фа диез, соль, си, до диез. То есть, чтобы взять ноту фа без диеза, чтобы взять ноту какую-нибудь си бемоль, вам надо вот что-то такое придумывать, что-то зажимать. Есть ли дополнительная аппликатура какая-то? Аппликатура для запасных нот? Есть. Можно в интернете, например, набрать так. Тин висел. Хроматическая аппликатура. И там начинают появляться вот такие вот советы. Например, вот такая нота они считают есть. Здесь она работает. Давайте другой висел возьмем. Здесь она не работает. Не знаю, вот еще такой у меня есть, например. Смотрите, на вот этих сработало, на вот этом не сработало. О чем это говорит? О том, что на некоторых вислах, более качественных, есть еще дополнительные ноты. И они берутся довольно адекватным способом. То есть мы конкретно закрываем какую-то комбинацию пальцев. На некоторых вислах такого не предусмотрено. И они, в общем, ограничены в своих возможностях. Будут ли эти комбинации одинаковы для всех инструментов? Нет. Здесь, например, чтобы сыграть соль диез, я делаю вот так. Сравниваю с нотой ля, чтобы проверить, получаете ли у меня расстояние полтона. Ну, вроде получается. Возьму какой-нибудь другой. Вот эту, по-моему, еще вообще не брала. Какая-то уже получается какое-то странное расстояние. Не похоже на полтона. Здесь так не работает. Может, попробуем по-другому поставить. Может, вот так поставим. Это вообще другая нота. Попробуем вот так. Вот. Короче. Все, что не касается гаммы ре мажор, вот этих звуков ре, ми, фаде, соля, си, додиес, все индивидуально на каждом висле. Вы просто покупаете, вы сидите перед тюнером, изучаете, где какие ноты. Но даже вот эта обычная гамма, вот эти обычные ноты, которые на каждом висле есть, они могут отличаться. Например, вот два висла, которые очень похожи между собой и зрительно, ну, просто потому что они латунные, на самом деле они ужасно разные, да. Что-то я так сказала. Это висла, на которых я, в принципе, все время играю. То есть у меня тут куча всего валяется, но я на этом не играю. Только на вот этом, наверное. Вот на вот этом, да. Я играю на вот этих двух. И для меня это небольшой тоже стресс, потому что у них, их вот эти базовые звуки, которые извлекаются просто поднятием всех пальцев, они отличаются. Вот такая нота есть. Два пальца. Если я сыграю на вот этом такую ноту, она совсем другая будет. Мне приходится добавлять еще какой-то палец, чтобы было похоже на предыдущую. Да, кажется, пониже звучит. То есть мне на них приходится играть разными пальцами вот эти базовые ноты, которые на нем по умолчанию есть. Это что касается вот этой вот игры дополнительных звуков. Так, почему... А, вот, почему я все время говорю про ре мажор, почему я говорю про гамму ре мажор и вообще про строй ре. Во-первых, слово строй, мне кажется, к вислу не подходит. Тут неправильно говорить строй ре. Например, вот у саксофона строй, да, там, ми бемоль, си бемоль. Это правильно будет. У вислы не строй. Я бы сказала так. У него тональность ре мажор. Вот так. Потому что саксофон – это хроматический инструмент. Он играет все-все-все звуки на свете, просто у него как бы там нота си бемоль, а не до. А висл – это дудка, которая играет только пять гамм, пять тональностей. Ну, как можно сказать, что у нее прям строй? Я говорю, что у нее тональность. Основная тональность – это ре мажор. Вот. Почему она считается базовой, ну, как, базовой, почему она считается основной? Казалось бы, у всего на свете, кажется, как бы базовой тональностью до мажор. Ну, там, на флейте до написано. Сейчас, вот, мне лучше не стоит. Мне, по-моему, на трубе написано тоже до. Есть до. Есть до, есть сишный. Все, окей, еще что-то помню. Вот. А почему висл – ре? Чего так странно? Потому что, еще раз, откуда он взялся? Где его придумали? Его придумали там, на островах, в Англии, в Ирландии. Ну, в частности, в Англии, как бы. Но он был в какой-то форме, он существовал и в Ирландии, и в Англии. Какую музыку там играют? На чем ее играют? Что кроме вислов там есть в этой стране? Есть волынки, да, волынки, волынки, да. От этого очень все зависит. И поэтому строй ре, тональность ре мажор – это тонализ, который играется 90% всей музыки, традиционной, традиционной музыки, о которой вы как раз сказали. Именно из-за музыки, в которой этот инструмент применяется в первую очередь, там, откуда он родом. Базовая тональность – это ре мажор. Вот у меня есть висл в до, например. Та же два у меня есть. У меня есть вот как раз висл и волга, и у меня есть вот этот Кларк Ориджинал, он, кстати, там вот на той точке тоже висит. Это два висла в тональности до мажор. Сколько раз я на нем играла, с учетом того, что я играю ирландскую традиционную музыку, я играю еще немножко французской, скандинавской традиционной музыки, ну и просто иногда там кому-то подыгрываю. Сколько раз я играла на этих вислах? Я не помню. Может, мы просто не играем в соответствующие какие-то мелодии, но, честно, я вообще никогда не использую. Вот, то есть, так просто практически могу подтвердить, что он не особо-то пригождается. То есть, если вы хотите купить висл, купите висл ре, пожалуйста, вот, и это будет более правильно. Еще почему нужно купить висл ре? Если вы, например, сделаете так в интернете, там, ноты для Тин Висла. Ноты, которые вы найдете, будут для Тин Висла ре. Там в нотах они как записаны, там ре будет, там, где ре должно быть? Ой, эти вопросы, эти вопросы транспонирующих музыканов. Сейчас. Вот так. Все, что будет написано в нотах, это все как для пианино. То есть, все построю до. Все нормально. Все построю до, а тональность ре. Да, все ненормально. Мне нужна помощь зала. Все будет написано, если ре, то будет написано ре. Во, хороший ответ. Если ре, то ре. Это не что-то другое. Это ре. Все, да. Если играть по одним нотам с пианистом, то совпадет. Да, если вы будете играть так же, как... Да, все, все, замечательно. Что-то я хотела. Да, значит, то, что тема больная для меня и для многих тех, кто уже играет на этом инструменте, очевидно, что у меня есть инструменты не только в ре, да. Ну, на дош на меня не играют. Ну, вот такой у меня есть. На нем я часто играю. Вот он совсем большой. Вот он вообще длинный. Этот тональность называется си бемоль. Соответственно, гамма, которую я сыграю, уже играла, кстати, это си бемоль мажор. В нем что? Там вообще диезов нет. Там си бемоль, ми бемоль. Вопрос такой, наверное, есть у некоторых. Какие ноты я думаю в голове, когда я играю, например, одну и ту же мелодию на вот этой дубке, на вот этой? Давайте, почему-то братец Якоб сегодня хорошо идет. Давайте я еще раз повторю здесь. Ре, ми, фа, дис, ре, ре, ми, фа, дис, ре. Наверное, надо говорить си бемоль, до, ре, си бемоль, си бемоль, до, ре, си бемоль. Но дело в том, что я думаю ре, ми, фа, дис, ре. Вот. Почему так происходит? Наверное, это трудно для тех, кто занимался классической музыкой по жизни и привык, что абсолютный слух – это большая ценность и очень нужная вещь, когда ты знаешь, как звучит нота и можешь назвать ее по имени. И звучит нота, и ты такой «это до», все такие «да, действительно, это до», и помогает это работать в оркестре, там, я не знаю, играть в ансамблях. Но дело в том, что, наверное, дело все-таки не в инструментах, а в том, какую музыку я на них играю. Я думаю, дело в этом. Если мы говорим про традиционную музыку, для которой он как бы сделан, то есть ирландскую, там, шотландскую, английскую, вот эти вот, вот эта музыка. Если вы будете думать настоящими нотами, теми, которые звучат наверно, у вас будут проблемы какие-то с психикой, потому что я не очень представляю, как это возможно. То есть давайте отбраться Якова, перейду просто на другое, но что-то более сложное, какую-нибудь там, не знаю, давайте я вам сыграю джигу. Вот, значит, теперь я иду сюда. Нот гораздо больше, чем браться Якове. И если бы я пыталась понять, какие ноты я на самом деле сейчас играю, а потом взяла бы вот этот еще, например, и на нем бы тоже сыграла, и тут думала о совсем другой тональности, и ту мелодию, которую я уже выучила, мне было бы очень трудно. Моим мозгам было бы очень трудно. Вообще традиционная ирландская, шотландская, английская пусть будет тоже. Музыка подразумевает, что вы играете ноты ре мажора, а потом берете другую флейту, вот эту, играете на ней те же самые пальцы и продолжаете думать, что это ре мажор. Тогда вы сможете читать любые ноты спокойно, у вас никаких проблем не будет. Суть вот этих разных тональностей только в том, что звучит разный тембр. То есть музыканты, которые исполняют на этих инструментах, они просто меняют их для того, чтобы звучал классный тембр. Если честно признаться, эти мелодии, все, вот эти джиги, вот эти вот там, польки, рилы, там, да, вот все, что относится к этому стилю, вот этот традиционный ирландский, короче, пусть будет слово кельтский, оно все объединяет, кельтской музыке. Они очень похожи, те, кто глубоко не изучают эту музыку, они думают, что все одна мелодия. Я даже знаю, кого спросить, чтобы убедиться, так это или нет. Они думают, что это одна мелодия. Соответственно, вот это вот позволяет менять тембр, делать эту мелодию ниже и такой более, не знаю, мягкой, более такой грудной. Потом делать ее более, не знаю, этот похож будет, наверное, более средненькой такой, они очень близко друг к другу расположены. Или вот, например, придумали делать большие супердудки, вот эти вот, так называемые low whistle, low, потому что он низкий, да? То есть вот этот типа high whistle высокий, этот low whistle. Это же еще более классный, это почти как, ну не знаю, он почти как поперечная флейта по диапазону. Кому-то вот такой тембр гораздо больше нравится. Это возможность просто поменять тембр, что-то поменять в этой музыке. Хотя в ней, конечно, есть что менять, кроме дудки. Вот. Но это первое, что вот так вот резко приносит какую-то вот перемену, удовольствие, какое-то творчество, какой-то вот фантазию. Так, это я сказала, зачем нужно очень много разных тонализов. А какие еще вообще бывают? Бывают, да вообще все бывает. Бывают си мажор, бывает соль мажор, ля мажор, бывает... Короче, от любой ноты можно сделать такой whistle. Но в магазинах вы, скорее всего, найдете только рэшные. Вот такой, вот такой. Вот этот тоже вот там висит на... Вот такой вот Кларк. Вот этот нигде сейчас, наверное, только в интернет-магазинах продается. И дошный, потому что кому-то захочется тонализ до, потому что для него это более привычная какая-то вот вещь. После блок-флейты, после поперечной флейты, после пианино там, не знаю. Можно я только комментировать то, что на самом деле после блок-флейты флейты как раз привычный рэд, потому что там все же самое по лицу. Да, да я думала, нужно ли бы про это сказать, только кто на флейте. Вы играли на флейте? Ну, на флейте, на блок-флейте. На флейте, блок-флейте. Короче, почему рэд, тонализ рэд так прекрасно для флейтиста? Вот вы играете на блок-флейте. Да, тут, конечно, есть мизинь... Вот это... Здравствуйте. Тут есть нота для мизинца, нота до. Но остальные-то как выглядят? Смотрите. Рэ, ми... Ну, тут другая фа, ладно. Соль, ля, си, до, рэ... Короче, все супер. Мы просто берем еще один whistle. Здесь просто нету мизинчной ноты. А все остальное так же. То есть для меня это действительно был суперкомфорт, что я не переучиваю пальцы. Как было рэ вот так, так и осталось рэ вот так. Но я думаю, что с саксофоном, всякими там трубами, это вообще другая история. Я не знаю, какие ноты на трубе где и на саксофоне. Так что был вопрос такой к этому сегодняшнему мероприятию. Переход с другого инструмента. Проблема или нет? Вот мы выяснили, что с блок-флейте вообще прекрасно. Я никогда не играла на саксофоне. Вот, например, вот эта нота на саксофоне. Если бы я знала, что вот это за нота на саксофоне, наверное, я бы поняла примерно, будет сложно или нет. Переход с трубы. Да, это просто другая штука совсем. Вообще. В ней нет вот этого штука, есть свисток. Переход с какой-нибудь кларнета. Все то же самое, мне кажется, вот здесь. По звукоизвлечению этот инструмент... Вопрос, сложный или простой? Да, я хотела на него ответить. Как я вот сама чувствую? Это, конечно же, очень простой инструмент. То есть здесь ничего не происходит. Тут просто есть свисток. Он очень похож на свисток этот спортивный, который тренеры используют. Ну, он может у разных... Вот, например, здесь такой более замысловатый какой-то, с какими-то гвоздями еще. И вот здесь вставка. И шесть дырок, как бы. Шесть дырок по сравнению с саксофоном или там с поперечной флейтой. Это просто вообще ни о чем. Это смешно. Я думаю, что вопрос надо ставить так. Какую музыку вы хотите на нем играть? Вот. Если вы хотите играть Бороца Якова на нем после саксофона, типа, ну, это смешно. Вы просто за одну минуту выучите его там, наверное, по слуху просто. Если вы хотите играть на нем кельтскую музыку, например, да? Ирландскую, там, шотландскую. Английскую. Сюда же относится, кстати, бретонская, которая вообще-то во Франции, просто на севере Франции. Еще немножко относится испанской музыке, потому что кельты, они как бы расползлись по всей Европе и в Канаде, и, короче, выходцы из Ирландии живут. То есть эта музыка, она существует не только в Ирландии, она существует по всему миру. Более того, она очень сильно популярна. Вот в России, например, куча народу играет эту музыку. Вислы уже продаются во всех магазинах. Так что я думаю, желающие будут появляться, играть эту музыку. Так вот, если мы говорим про эту музыку, то ее очень сложно играть. Ее сложно играть не только на висле, ее сложно играть на вот этой штуке. Зачем я взяла, не знаю, но, в общем, для сравнения. Это поперечный, типа, висл. Это просто ирландская флейта. Что с ней не так? Вот эта штука, как у обычной флейты. Кто играл на поперечных флейтах, понимает, как это работает. Шесть дырок. Никакой сзади дырки не будет. Все, шесть дырок. Обычный висл только в бок. И на ней, и на нем. Ирландская музыка – это сложно. Брать сияков легко. Так. Я пытаюсь вспомнить еще вопросы. Пока я вспоминаю, задайте, если еще есть. Сколько октав? Вот, да. Техника, технология. Октав. Зависит от висла. Как я уже показывала, на одном и том же висле одна и та же нота может браться хорошо, может браться плохо. Фальшиво или не фальшиво. Соответственно, с октавами то же самое. На хорошем инструменте можно повыше залезть. На плохом не залезешь. Например, я предполагаю, что я могу сыграть, наверное, как-то так. Ну, типа, я могу так играть, но зачем мне это делать? Ну, серьезно. Ну, то есть, наверное, самая высокая нота, на которую я забираюсь в практике, когда я постоянно играю, никогда прикалываюсь дома, там, то вот это. Что это за нота? Ре, ми, фа, соля, си, до ре. Ми, фа, соля, си. Это ре третьей октавы. Если вот это ре первой, вот это ре третьей октавы. То есть, итого получается две октавы. Но, опять же, если с флейтой сравнивать, то это флейт, она же на октаву ниже звучит. Если мы сравниваем, например, с блок флейтой, потому что мы что-то с ней сегодня, я начала. Они как бы одинаково устроены. Она же тоже звучит выше, чем написано. Мы читаем ноты в первой октаве, а играем все равно выше на октаву. Висел также работает. Как бы я говорю первая октава, но на самом деле по звучанию это вторая октава. Он писклявый, очевидно, да. То есть, вот этот, например, он уже будет соответствовать своей октаве. Вот, потому что он низкий. Две октавы, мне кажется, это довольно хороший диапазон для всего на свете. Вот какую музыку, например, играть. Если вы просто импровизируете какой-то, любой фолк, то есть, какой просто на душу там лег, неважно, ирландский, кельтский или какой, две октавы вполне хватит. Низкая, чтобы приятно там было, высокая, чтобы там, не знаю, какие-то эмоции показать. Если вы играете ирландскую музыку, она написана в двух октавах, вам там некуда будет идти. Все эти мелодии, они умещают вот этот инструмент, потому что она, он для нее создан. Вот. Можно ли на бисле сыграть какую-нибудь там, не знаю, шутку Баха, например? Если вы хотите прочитать по нотам шутку Баха, ну, просто типа под шуткой Баха я имею в виду классическое произведение, написанное в нотах. Там, когда открывайте простыню какую-то, и там много всяких вот строчек, исписанных текстом. Ну, я пыталась, я, конечно, я пыталась так делать, потому что мне было интересно, типа, а что вот, а что я вообще могу на нем? Это через боль, потому что если есть инструмент, который играет все ноты, и не надо мучиться, то зачем брать инструмент, на котором нет всех нот и мучиться? Только ради какого-то челленджа для себя. То есть смогу ли я сыграть какую-то барочную пьесу на висле? Ну, сможете, конечно, если вы будете долго стараться искать чистые звуки, вот эти вот все 12, 12, да, которые есть. Да, да, вы выучите. Вы потом покажете кому-то все-таки, как круто, но вот есть же саксофон, зачем? Зачем ты это делал? Мне кажется, что для любой музыки есть какой-то удобный для нее инструмент. И иметь только висол в жизни, этого мало будет, надо что-то еще, как раз потому что ограничен в нотах. Вот, если вы захотите когда-то играть барочную музыку, лучше еще что-нибудь прикупить, типа тоже там блокфлейты или там, не знаю, поперечный флейты, ну, любого другого хроматического инструмента. По поводу фирм. Кстати, сколько времени? Не смотрю на время. 16 тысяч. Это очень много. По поводу фирм. Здесь как раз представлены некоторые фирмы, я хотела про это сказать. У меня практически нет какого-то очень дорогого инструмента, потому что у меня нет денег на их, а еще потому что, ну, сейчас их будет трудновато купить. Вот. То есть, все классные, суперкрутые инструменты продаются где-то в других странах. В частности, это Англия, это Ирландия, и, например, Америка, Канада. Ну, я говорила, те страны, в которых поехали люди, которые играют вот такую музыку. Наверное, самый дорогой висел у меня это... Ну, вот эти два, собственно. Я сказала, что я на них все время что-то играю. Ну, собственно, я на них играю, потому что чем дороже, тем качественнее. Это во всем, не только в этих вислах, и вообще в любых музыкальных инструментах. Но это не значит, что если вы покупаете вот самый первый висел, чтобы попробовать и понять, нравится ли вам эта флейта или нет, вам надо сразу брать что-то супер качественное. Не обязательно. Вот то, что здесь есть в этом магазине, это, значит, кларки вот такие вот. Очень смешные штучки. Вот так вот они выглядят. Здесь, ну, довольно забавный такой мундштук. Дальше идет конусный такой канал. Только, по-моему, у них такой, я такого больше не видела. И какой-то дядька нарисован здесь в логотипе. И второе, это вот такие штуки. Это бренд Иволга, и это питерский бренд поддерживаемого отечественного производителя. Более того, я знаю лично человека, который делает. То есть, я могу как бы информацию рассказать из первых уст, так сказать. Если вы только-только начинаете, и вам хочется, чтобы инструмент не испортил вам настроение, в принципе, вам подойдут оба. Просто вот этот дешевле, вот этот дороже. вот. Но, наверное, я бы сделала выбор в пользу вот этого. Не только потому, что это отечественный производитель. Здесь есть одна важная особенность. Вот эта штука, она цельная. Я ничего не могу сделать. Вообще. А вот эта штука раздвигается. Ну-ка, раздвигайся. Она... Сейчас, подождите. Она у меня не раздвигается. Я надеюсь, что если я раздвину ее, то я ее не... Не раздвигается. В общем, она должна раздвигаться. Я знаю, почему это так. Они латунные сделали вот эти переходы или все-таки дерево... А, это латунь. Латунь. Сам корпус деревянный, кольца. Обычно у тебя всякие кольца на стыке, кольца. Здесь внизу у нас штук латунный. Я не могу раздвинуть. Не буду раздвигать, но помните, что если здесь вот такой вот здесь зазор, значит, что раздвигается. У меня он мог просто сгнить. Вот. Там все хорошо. Чтобы очистить... Я просто на нем не играю. Поэтому он меня, видимо, решил... Решил. Я просто боюсь, ну, что он у меня просто треснет в руках, поэтому я не буду. Так вот. Вот эта возможность раздвинуть его... Можно я возьму готовый? Потому что я решила, что надо все-таки раздвигать. Вот эта возможность инструмент раздвинуть, это плюс 200 очков типа гриффин за руда или с лизерином, потому что как устроены все музыкальные инструменты. Когда вы играете один, все замечательно. Вы просто играете сам с собой, все классно. Но когда вы играете с кем-то еще, вы с ним не строите... Ну, не факт, что вы, но как бы может быть такой, что вы не строите. И вам повезет, если инструмент, с кем вы играете, может подстроиться. А если это аккордеон, гармошка, пианино... Короче, тот, кто ничего не может сделать. Тогда флейта должна раздвигаться, иначе она не сможет изменить свой строй. Не может стать выше, не сможет стать ниже. Выдвигаем, становимся ниже. Задвигаем, становимся выше. И проверяем, когда, в какой момент начинают строить. Так вот, эта штука так не делает. Конечно же, я советую инструмент, который раздвигается. Все. Потому что играть фальшиво мне просто, ну, мне не нравится. Не хотела бы я играть фальшиво. К сожалению, самые дешевые вислы в мире, они вот такие, цельные. Есть какие-то супер уникальные люди, которые вот здесь вот ломают клей ножом и крутят потом вот этот свисток. Я уверена, что это можно сделать. Очень аккуратненько как-то просверлить клей, на котором сидит эта штука. Но я это не делаю. Я просто иду и покупаю. Ой, у меня крутанулся свисток. Сейчас страшно. На самом деле, он у меня уже давно заржавел внутри, я на нем не играю. Но я думаю, что стоит показать немножечко, как, в чем разница между этими двумя моделями, потому что как раз они здесь есть. Предупреждаю, что из тембра надо бы читать сразу много. Я вижу там такие очень пятна плохие внутри. Так. Что-то такое, смотри. Смотри. Он звучит как висел. Он звучит прикольно, пронзительно, остро, такой звенит, прям по ушам едет. Очень много передувов, потому что последнее, на чем я занималась в своей жизни, это вот это. если сравнить вот это по весу хотя бы и вот это, это просто как бумажка, это как, не знаю, кувалда, короче. Это сильно влияет на то, как сильно надо в них дуть. Больше часа времени я дую в это, вот это кажется для меня просто, не знаю, я боюсь, что я просто его сдую, и вот у меня кексы начались. Если я сейчас возьму вот этот, ой, нет, этот не мой, да, давайте я в него не буду дуть, это местный, надо не перепутать. Сейчас, который не раздвинется, это мой, да. Значит, только, правда, строить другое, ну ладно. он не звенит, он не пронзительный, он совсем не такой железный, он гораздо более мягкий, более аккуратный, как будто вот дома хочется на нём сыграть, а на вот этом хочется на улице выйти где-нибудь, там, где машины шумят, и вот на нём посвистеть. Вот разница между деревом, собственно, и вот этим вот, что это, жесть, наверное, алюминий, какая-то железка. но новый такой, без ржавчины внутри звучит очень прикольно, на самом деле. Когда я его только купила, стоил тогда 600 рублей, это был 2012, 14-й год, он стоил 600 рублей тогда, да, сейчас и 2000. Я очень радовалась, потому что этот звук, правда, я нигде такой не слышала, на всех вот дудках, что мы играли, блокфлейтах там всяких, нигде такого не было, меня так радовало, что он такой необычный, такой звонкий, вот, поэтому я понимаю, вот про тембру, я понимаю, о чем вы говорите. Но в то же время, деревянные вислы, это что-то тоже довольно такое, что-то более приятное для многих, кто привык вообще, что деревянный инструмент, это как бы более качественный, более приятный, например, деревянная флейта, хотя флейты биома все металлические, но есть деревянные, да, то есть для кого-то деревянный инструмент, это что-то ближе, чем всякий металл. Ну, так вот мы сравнили тембру, Мы сравнили тот факт, что здесь раздвигается голова. Я считаю, что надо иметь два. Хотя бы два. Один должен быть такой прикольный и железный. Второй должен быть какой-то мягкий, деревянный. И если у вас один не раздвигается, обязательно надо найти второй, который будет раздвигаться. Например, из самых простых раздвижных в моей жизни вот этот дом. Сломанный уже. Они тоже были нами самые дешевые когда-то. Это вислы Тони Тиксон, которые продаются в интернете. У них очень просто вот так вот отъезжает свисток. Даже никакого вот этого... В общем, слайда специального нет, металлического. Просто вот так вот выдвигается свисток и всё. Это были первые раздвижные, с которых мы, наверное, начинали играть. Можно спешу? Да, давайте вопрос. В плане ухода за деревом нужно уход какое-то особенное по сравнению с... Поскольку деревянных вы вообще, в принципе, наверное, в ближайшее время не сможете найти каких-то других, кроме вот этих. Потому что даже если в интернет-магазинах, всё равно деревянных очень мало продают. Я просто знаю, что эти флейты делаются из специальной древесины, которая уже изначально сделана так, что она выдерживает какие-то перепады влажности, погоды, давление, там, какие ещё проблемы. Ну, в общем, на дерево влияют следующие вещи. Влажность. Температура, наверное. Давайте так, лучше объясню словами. Нельзя на батарею класть. Но я думаю, что это и так понятно. Потому что он сохнется и разломается. Всё. Нельзя в воду макать. Но я тоже думаю, что все до этого сами догадают. В общем, две вещи, которые точно нельзя делать. А мыть как? А между прочим, некоторые можно мыть. Например, вот мастер вот этого сказал мне мыть его. Но я до сих пор его не мою, потому что я боюсь его совать под воду. А как ухаживать? Вот это термобук. Когда я спрашивала, что такое термобук, мне сказали, ну, это такой бук, который был подвержен термической обработке, и типа, он выдержит любые преграды, там, не знаю, любые проблемы. А вот там ещё в коробочках лежит такое дерево-подук, оно такое более розовенькое. Это просто дорогая древесина. А то есть вот это термобук, который выдержит любые невзгоды, а подук просто дорогой. То есть вряд ли он выдержит невзгоды, но может немножко выдержать. Вот. Ухаживать я бы, наверное, просто старалась не класть в какие-то вот такие супер жаркие, сухие места и проверяла бы просто время от времени. Типа, он там не треснул, нет, вот. Намазывать ли его маслом, как всякие там, ну, флейты деревянные или флейты. Очень мало людей знаю, у которых есть деревянный бисол в России, чтобы спросить, намазывают ли они их изнутри маслом. Если вдруг вы увидите, что звук стал, ну, совсем мерзкий, вы купите деревянный бисол, отложите его там на полку на всё жаркое лето, и вы рядом с батареей, и когда придёте, его достанете, и почувствуете, что звук совсем не такой чистый, как был, как будто он такой шипит, свистит какой-то такой неприятный, посмотрите на канал внутри. Если он очень сильно шероховатый, то вы засушили эту дудку, и, наверное, надо внутри намазать её маслицем. Масло специальное, то есть инструменты нельзя мазать там растительным каким-то, то есть определённые виды масел. Но я, честно, таких кейсов просто не знаю. Я, наверное, двух людей знаю с деревянными бисолами, они мне ни разу не говорили, что они их чем-то мазали. Наверное, потому что они играли на них много. Вот. Если вы часто играете, то вы как бы всё время поддерживаете какой-то уровень влажности. Вот. И он, в принципе, всё время сталкивается с этой влагой и, наверное, не сушится. Вот. Не ронять. Типа того. Не драться. Ну, не ронять, кстати, вот, например, вот такой. Просто, не знаю, кто захочет, потом можете их поддержать. Единственное, что я не люблю, когда играют, потому что у меня там ещё с коронавируса какие-то проблемы. Я не люблю давать инструменты играть. Вот. Но, там, потрогать, подержать можно. И вот это просто... Я бы, наверное, сражалась им, если нужно будет где-то в подворотне отбиваться. Я бы вот этот даже, наверное... Этот даже, кажется, легче. Вот этот прям вообще супер. Но, если я его уроню, у меня треснет свисток. Вся вот эта дубина будет дальше жить, а свисток треснет. Если треснет свисток, висол не будет играть. Но можно там его клеем склеивать, конечно, тоже совсем не то. Этот вообще нельзя ронять, потому что он... Хоть это и термобук, мы говорили, что он очень классный. Я думаю, что от удара он всё-таки треснет. Вот и всё. Вообще, висол считается дудкой, которую ты кладёшь в карман и гуляешь там. Едешь в поход там на байдарках, короче. И достаёшь в лесу из-под ёлки и начинаешь играть. Это вот такой тип инструментов. Беру с собой, импровизирую, играю что-то в удовольствие. Под гитару, под костёр. Там, на видах природы красивых. Но всё равно нужно следить. А металлический, да, может ещё и заржаветь. То есть, вот эти почему-то держатся ещё. Вот этот маленький, который за 600 рублей купила в 2000, не помню в каком году. Он заржавел полностью. Я не уверена, что если на нём играть, это не опасно для жизни. Вот. Ну, не знаю, просто... Я даже не знаю, как его чистить. Вот там на той стойке висят маленькие ёршечки. Я не очень верю, что они пролезут вот в этот конический, очень маленький канал. Но, наверное, всё-таки они... Не зря же они придуманы. Наверное, они пролезут. И тогда можно чистить висел после игры. Потому что... Да, я говорила, что влага делает хорошо. Она как бы дерево смачивает, и оно как бы не сушится. Но если вы оставляете инструмент, и в нём вот так вот там вода туда-сюда перетекает, ну, это как-то не очень классно. И у нас есть два способа, как это убрать. Мы берём... Просто выдуваем это, типа... Очень резко дуем, закрыв окошко вот этого. И отсюда вытекает под напором воздуха вся вода. И то же самое с металлическими. Но отдельных ёршиков, бля, я для них не покупаю никогда. Не знаю. Мне хватает вот такого движения. Я делаю, да, и всё вытекает просто. Но оно так и так вытечет. Остынет металл и вытечет. А из полимеров вообще нет или из полимеров? Самая, наверное, известная была все эти годы фирма Сусато. Напомню, пожалуйста, кто их делает. Германия? Американские. Американские? Да. Ну, Америка. Потому что что-то про немцев слышно. По-моему, немцы, которых вы в магазине хотели заказать? А, Майнелл. Не Майнелл? Нет? Ну вот, что-то вообще странно выглядит. Вот, да, Сусато. Они, значит, американские. Они такие чёрные, из чёрного этого пластика. Они классного качества. Ну, то есть они прям сделаны нормально. Но другое дело, что я всё равно слышу, что это пластик. Может быть, это у меня придурь такая. Кто-то не слышит, что это пластик. Но я слышу, что это пластик. Я такая... Блок флейта. Вот, и, собственно, то, за что я выбирала висел, я радовалась, что это не блок флейта. Потому что блок флейта плохая, нет. Она для другого. Она для другого. Если бы я сравнивала блок флейту и висел в плане, ну, как бы, звука, я бы, наверное, так сказала, что блок флейт – это что-то аккуратное и аккуратное, утончённое, академичное. Хотя есть ренессансные блок флейты, они очень мощно звучат. Но их мало продаётся, честно, в России. А висел – это типа рок-н-ролл. Ты такой берёшь, и он такой, ну, не знаю, вяжет, свистит, короче. Более такой, более грязный, более небрежный. И сусатовский вот этот вот чёрный пластиковый висел мне показался слишком аккуратным. слишком какой-то такой вот выточенный аккуратненько из пластика, и вот похожим на блок флейту за это. Ну, это прибыль. Просто некоторые играют, никаких проблем у людей нет. Ещё про вот этот я не сказала, потому что он тоже там висит на стоечке. Значит, вот эти, вот эти – это одна фирма, от вида, наверное, потому что у них конические вот эти вот трубки в конце. То есть прям сильно, сильно сужаются. Но очень разный свисток. То есть здесь обычный, как у всех остальных, в принципе, просто по форме другой. А здесь вот такая вот, не знаю, кирпич, булыжник деревянный засунут прямо вот в этот раструб. Как бы считается, что вот эта модель, вот эта форма, это как бы первая форма, которая появилась. То есть вот так он выглядел в XIX веке, в 1950. В XIX веке. Вот, собственно, Кларк – это такой человек, Роберт Кларк, который придумал делать металлические флейты. Потому что дерево – это дорого было всегда. И сейчас это дорого. Смотрим на подук, который дороже, чем вот этот вот термобук. А металл был дешевле. И он подумал, так, я хочу заработать очень много денег, и я тогда сейчас возьму, я скручу листок вот этот вот тоненькой такой вот жести. Пусть у меня тут останется шов такой странный. Но всё равно я это сделаю и буду продавать их за, там, не знаю, грубо говоря, за 10 рублей. И всё, они стали очень сильно популярными и решили сохранить вот эту вот форму изначально. И до сих пор продают, называется это Кларк Ориджинал. Ну, Ориджинал, типа, первозданный. Шов меня вообще никогда не смущал. Мне кажется, наоборот, это как раз ещё плюс 200 очков рок-н-ролльности по сравнению с блокфлейтой. Но вот, например, если вы видите в магазине только Кларк, и там есть вот эти два, то вот этот я бы не советовала покупать, если честно, никогда. Но только просто, чтобы он просто был, просто лежал у вас дома, потому что у него, конечно, интересный такой звук. Шипит, как, не знаю, чайник. И многие считают, что это классно. Вот он шипящий такой. Вау! По-моему, это называется ещё словом каким-то чиф. Чиф, да. Вот этот шип, который образуется в свистке, это такой чиф. Какой прикольный чиф у твоего, Висла. И он такой, да, типа, у меня такой чиф. Да, а вот у этого такого нет. Когда он, здравствуйте. Здрасте. Вот. Когда он ещё новенький, а не ржавый, то у него очень чистый, очень такой аккуратный звук. Да, и согласна, что это очень прикольно. В некоторых мелодиях хочется, чтобы шипело, в каких-то эйрах, типа, медленных произведениях, в нём есть одна проблема. Из-за вот этой огромной дырки, образованной между деревяшкой и металлом, весь воздух, который вы набираете, за одну секунду просто улетает. То есть, чтобы на нём играть, нужна дыхалка, как на большом-большом духовом инструменте. Это очень странно. И если вы... Это ваш первый инструмент духовой в жизни, то вы просто подумаете, что-то я вообще не умею играть, что-то я не умею дышать, не буду играть никогда. Ну, может такой быть. Поэтому лучше взять вот этот. По дыханию. Про дыхание не сказала. Насколько сложно играть на висле не в плане пальцев каких-то или запоминания нот, а вот именно дышать это всё-таки дудка. Они вообще очень сильно разные. Просто абсолютно разные. То есть, вот берём тин вислы. Одной тональности, одной длины получается. Ре мажорные. Берём вот этот. Я сейчас их сделаю в порядке сложности дутья. Ну-ка, дождите-ка. В общем, я возьму иволгу просто, чтобы она была. Хотя это... У неё её нет. Так, теперь вот этот. Отлично. Мне не хватает руки, чтобы держать. Вот. Короче, слева... Нет, справа налево для вас это от самого слабого дутья до самого сильного дутья. Соответственно, где у нас Кларк? Вот этот вот Свитон. Это его модель называется. Свитон. Он самый простой для дутья. А вот эта иблга, которая здесь тоже есть, она где-то в серединке находится. Опять-таки повторюсь, что я играю на инструментах, которые вот эти... То есть, которых сложнее дуть. Вот. Я выбираю такой инструмент для игры. Мне это более... Мне более комфортно, когда мне нужно прилагать усилия. Если инструмент продувается как бумажка, для меня это... Я боюсь его какой-то неуправляемости, что я начну энергично что-то, ну вот как сегодня, энергично что-то там такое сдувать, а он просто начнёт кляксы выдавать. То есть, для меня это, ну, слишком слабо. Ну и плюс я как бы ещё играла на большой флейте. То есть, вообще, я по происхождению человек, который играл всякие там флейтовые концерты, а флейта такой коварный инструмент, что там как бы не особо там много надо воздуха. Проблема в том, что он уходит в никуда, потому что там штука нет. Ты дуешь куда-то в непонятную дырку, и всё улетает в пространство. Здесь есть мундштук, то есть всё попадёт в инструмент. Но мне некомфортно, если мне легко, поэтому я играю на вот этих. Но я считаю, что Иблга, на самом деле, сейчас мне так поиграла, это какой-то баланс просто между совсем лёгким чем-то и чем-то таким уже сильно сопротивляющимся воздуху. Такое ощущение какого-то сопротивления внутри в мундштуке. Мне кажется, что он такой прям супер средний, супер какой-то сбалансированный. Это не реклама, если что я честно говорю, как я думаю, потому что не играла на них. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, это больше позиционируется как такой прикольный подарок кому-то. Типа того. То есть это не игрушка, это инструмент. Просто по своей какой-то мощности и изготовлению, ну, как подарок для кого-то, кому, наверное, захочется играть. А может, не захочется, и будет лежать. Типа того. Как супер первый инструмент. Если, например, есть дети, и вы хотите, чтобы дети играли на висле, а это опасный путь. Будьте, да, вы поняли, как они звучат. Да, это опасный путь. То вот это, конечно, для него будет очень просто. То есть это дети вот такой инструмент освоят просто на ура. Ну, такого нигде нет. Ладно, лежит здесь. И волгу, наверное, тоже. Но они могут её сломать, поэтому как бы только под присмотром. Вот эти два на обоих смогут играть. Но осторожней с вот этими. Это очень острая почему-то вот штука. Не знаю, какой-то острый край. То есть для детей висел отлично подходит. Вот такие виселы. Я не стала что-то подробно говорить, но это российский бренд. И у вас есть возможность его заказать. Ну, опять через магазин можно заказать. Через вас. Да, это что? Каравай. А, да. В принципе, можно оставить заказ нами как-то. Очень такой большой такой тут какой-то логотип прикольный. С крыльями, с какими-то штуками. В общем, Александр Караваев – это ныне живущий молодой человек, играющий на вислах и валынках. И он делает вислы уже очень долго. И они такие, ну, я бы сказала, наверное, типа уровни хард. Не самый хард, который есть, но он довольно-таки хард. То есть для дутья это очень трудно. То есть если вы никогда не играли на вислах или на чем-то таком большом. Ну, просто я когда преподаю висл, ко мне приходят, очень часто с ним приходят, потому что он продаётся и живьём продаётся, и в интернет-магазинах продаётся. Такого, по-моему, реже люди приходят с таким. И у всех одна проблема. Первое, что зачем они приходят? Помогите дуть вторую октаву. Вторая октава – это то, что выше, да? Вверх просто… Чаще просто говорят низкая-высокая, потому что их всего две. Зачем говорить первая-вторая? Низкая-высокая, всё. Помогите, не получается высокая октава. Я просто смотрю, человек просто как бы думает, что он уже дует на максимуме своих сил. Но на самом деле он может ещё сильнее, просто он не пробовал. То есть конкретно надо дуть со всех сил. Сопротивление особого не ощущается. То есть вот взял воздух и выдул, короче. Чтобы взять верхнюю ноту, надо просто очень сильно дуть. То есть если я попробую взять её тихо… Ну ладно, нет, что-то я вру так недавно. Ну вот. Самое тихое, наверное, как я могу, это вот так. Тише не получится. Попробую, но вот это там и сделаю. Получается при этом же расположение пальцев, да? Просто передух, да. Чтобы сделать высокую октаву, надо просто сильнее думать. Поэтому висло это. Ну чуть-чуть примитивно, да. Это то же самое. А мне кажется, он чуть-чуть может потише. Давайте тогда ему лучше. Реклама не получила. Сейчас. Хотя учтите, это до. Это не рэшный. Я дую ваш висло. Ну как? Ну всё, я уже его облизала. У меня, кстати, есть спиртовые салфетки. В общем, что происходит? Да, какая-то нота происходит, но это не та же нота, которая должна быть. Она очень низко звучит. Она ваша. Слышите, как будто я не октаву сыграла, а как будто какая-то септима. Сейчас, на моём будет другая нота. А, как я могу уже взять? Вот она. О, кстати, вот он почему-то может взять тихо. Вот. У этого минус такой, что верхний нот это просто громко. Всё. Никаких других вариантов. Нижний я могу там типа там... Ну, типа вроде как сделала разную динамику. А верхние ноты только громко. Это для всех вислов это одинаково. Большая или маленькая беда, что после профессиональных вот этих всяких там оркестровых инструментов ты привык, что ты можешь и громко, и тихо сделать. Что в пятой октаве там, что в первой. Ну, ты учишься, чтобы это уметь. А на висле, к сожалению, нет. То есть верхняя октава просто орёт. А нижняя повезёт, если она громко сыграет. Но она тоже такая довольно тихая. Только один раз я видела инструмент. Ну, в смысле, играла на инструменте, который просто меня поразил. У меня получились очень громкие низкие ноты. И тихо-тихо получилось сыграть все вот эти высокие си, там, доди, сре, вот эти самые-самые высокие. Это был висол какого-то израильского мастера. Стоил он около 20 тысяч очень много лет назад. И больше их не производится. То есть, если где-то в интернете появится когда-нибудь этой фирмы висол, он, скорее всего, будет стоить нереальных денег. Но мне кажется, он стоит того, если честно. Потому что это было такое ощущение просто профессиональности какой-то. А так висол работает таким образом. И прострой, вот фальшивость. Мы выяснили, что мы можем их настраивать. Вот этот, кстати. Да, мы тоже его... Очень странно. Ну, в общем, мы тоже можем его настраивать. Помимо этого, сам по себе висол может быть фальшивым сам с собой. То есть, вы просто играете вот эту гамму. Вот, кстати, отличный пример – это вот этот висол. Вот я вижу брови, да. У кого слух, заточенный на классическую музыку, вот эта вот точность игры фортепиано, которая настроена в этом темперированном современном строе, висол может вызвать вообще очень болезненные ощущения, потому что он фальшивый. Он правда фальшивый. Более того, в ирландской музыке, типа, это считается нормой. Ну, то есть, вы не должны строить, как будто вы вот по тюнеру играете. И если кто-то по тюнеру строит, ну, что-то, откуда-то из консерватории, что ли, пришел. Такого, ладно, я это привлечу. Но суть в том, что вот эта вот грязная интонация – это прикольно. Что с моими ушами произошло следующее? Я не слышу, что фальшивый, мне нормально. Но, в общем, наверное, заметила ты, это просто моя подруга Лиза, она заметила на ноте, на вот этой, что она странная. Такая, это была нота фа диез, и, как правило, на висле эта нота всегда низкая. А еще есть нота до диез. То есть, вот две ноты, которые всегда будут фальшивые. То есть, когда вы играете, вам надо об этом думать прям. Типа, подтягиваете эти две ноты, и вот эта игра с постоянным подтягиванием звуков, она потом может помешать на каком-то инструменте. Да, то есть, я по своему опыту, когда я играю на ирландском флейте, с которой все то же самое, потому что она по тому же принципу усверлится, когда я играю на ней, я губами делаю постоянно какие-то движения, чтобы подстраивать ноты, а потом я беру, например, классическую флейту Бема, которая, нет этих проблем, и начинаю делать то же самое, а все такие, что-то со стройом как-то, что-то происходит, потому что там все в порядке, там не надо так делать. И в глобальном смысле, помимо вот этих двух нот, которые сами по себе всегда низкие, нижняя октава и верхняя октава, значит, да, первая, вторая октава, что они делают? Это очень странно, но хотя, может, это и логично. В общем, низкая октава высит, если вы посмотрите по тюнеру, нет, вот на вот этом будет, он вообще фальшивый очень, а потом вы играете наверху. Ладно, не додуваю, сейчас даду. Хорошо, сейчас сыграю октавные переходы, то есть с первой на второй. Я, честно, сейчас не старалась ничего подстраивать, верхняя октава, высокая октава низит, а низкая октава высит. Вот, и очень часто приходит, помимо того, что вам, в принципе, надо сильно дуть, чтобы получилась высокая октава, вам надо еще сильнее дуть, чтобы она не была фальшивая. Вот такой инструмент. Но я все еще считаю, что это очень классный инструмент. Не смотрю на все это, да. Давайте я время посмотрю. Ой, мы, кстати, сидим больше часа, я думаю, что... Ну, мне кажется, по плану, который был заявлен, я все рассказала. Так что я могу только на вопросы поотвечать. Вот. Может, вы? Мои приглашенные друзья. Часто вы играете по нотам. Ой, точно. Я забыла про этот вопрос. Господи, да. Как учиться играть на висле, какой материал для этого нужен? Ну, из-за того, что инструмент не может играть во всех тональностях, вам не все ноты подойдут. То есть, либо подойдут ноты, на которых написано Тин Висел, более того, Тин Висел Ре, вот, либо вы просто играете по слуху. Просто запоминайте мелодию, потом пытайтесь ее по слуху подобрать. Но чаще всего люди, которые на них играют, они без вот этого там музыкального образования, они просто подбирают по слуху. У них суперски развит вот этот вот подбор и прекрасно живут. И многие из моих коллег, с которыми мы играем там на каких-то концертах, они тоже не знают ноты, они играют по слуху. Это нормально. Вот. Есть специальные источники, есть потрясающий сайт, который называется TheSession.org. Это музыка для ирландского сейшена. Сейшен это что? Когда собираются люди с вот этими, ну, разными другими инструментами, все играют в ре-мажоре мелодии. И, собственно, на этом сайте есть, наверное, ну, все мелодии, которые просто существуют. Там поиск есть по всяким разным жанрам. И кто хочет заниматься именно кельтской музыкой, они все про этот сайт знают, они на него идут. И там просто читают всякие статьи и просто ищут себе ноты. Ну, и второй способ – это включать разные видео в интернете и учить по видео. Наверное, большая часть так и занимается. То есть по нотам играет меньшая часть людей, которых я знаю. Существует куча каналов, на которых зарубежные блогеры просто показывают мелодию. Например, включайте там и... Ну, большой, беда. Типа там, сегодня мелодия из Титаника. Как это выглядит? Человек играет быстро, потом играет вам по кусочкам медленно. Вы просто на пальцы смотрите, повторяете за ним. Уши вам помогают мелодию, ритм правильно держать. И на экране еще горят вот эти табы. Табы – это схема пальцев для висла. То есть есть ноты, просто символы, ритм и высота. А есть табы. Табы выглядят как такие длинные рисунки флейт, на которых закрашены дырки, которые надо закрыть. Если я, например, вижу ноты с табами, мне ужасно мешают. Они мне как-то все время отвлекают, что они нарисованы. Мне кажется, по табам играть какое-то время можно, но они не отражают, они очень много чего не отражают в музыке, поэтому лучше переходить либо полностью на слух, то есть просто сразу пытаться подобрать, либо учить ноты. Мне кажется, что ноты учить – это не проблема. Это как любой иностранный язык. Короче, главное – учить. Какие каналы, например? Ну, я вот, например, сама смотрела и знаю. Но в России, наверное, самый популярный, не только канал, в принципе, целая онлайн-школа – это Таня Васильева, который у него и есть видео на Ютубе, куча коротеньких, ну и, в принципе, у него как бы такая платформа, где по видео обучаешься игре на висле. Еще есть, ну, собственно, Александр Караваев, который делает эти вислы, у него тоже есть видео обучающие в Ютубе, можно посмотреть. Сейчас я не уверена, что он кого-то обучает, он сейчас занялся именно вот изготовлением. Зарубежный блогер, может быть, знаете, такая девушка симпатичная, Кьюти Пай, она именно занимается популярными мелодиями. Она вот всякие такие, ну, попса плохой слов. В общем, она все возможные, наверное, соло из песен, из фильмов, все, которые вам могли понравиться мелодии, все разбирает на своих видео. Ее зовут Стефани Бертон, по-моему. Вот. Ну, если вы с английским хорошо, то вот можно смотреть ее на первых парах. Для продвинутых есть такой потрясающий канал, как онлайн-академия ирландской музыки, где есть обучающее видео по всем инструментам, то есть висел, ирландская флейта, не знаю, волынки они там учат или не учат, барабаны эти, бузуки, короче, для всех инструментов, на которых играется эта музыка. Конечно, там есть висел, устроены по тому же принципу, они показывают мелодию сначала, очень быстро играют, потом показывают ее медленно, и также есть разборы украшений, потому что, когда я говорила, что кельтская музыка – это сложно, я имела в виду, что не сами мелодии сложны. Если я сыграю мелодии без украшений, то будет, ну, как братец Яков, только просто несколько строчек еще дополнительно, сложность именно в украшениях, которых вот столько, то есть музыка без украшений не звучит, все, она не засчитывается. И они показывают эти украшения, медленно разбирают. Там разные преподаватели на этом канале, а еще есть такой дядька, но он говорит очень быстро по-английски, надо прям хорошо так слышать. Его канал называется Whistle Tutor. Господи, как его? Шон Каннингем или как-то так его зовут? Ну, такой темноволосый. Он именно разбирает конкретно ирландскую музыку со всеми сложными украшениями. Он именно нацелен на тех, кто хочет изучать вот эту традиционную музыку. Я думаю, что еще куча всяких есть новых, которые появились за последнее время, просто я что-то не мониторю. Можно ли учиться самому? Если вы когда-то учились на каком-то инструменте, вы знаете, что такое учиться на инструменте, из чего состоит это обучение, зачем надо следить, сколько минут в день надо это делать. Я думаю, вы справитесь, потому что, ну, опять-таки, особо здесь нечего делать. Можете воспользоваться вот этими каналами, где просто смотрите видео и повторяете. Из индивидуальных преподавателей в России, которые точно-точно преподают, это вот Таня Васильева. Не знаю насчет Саши Караваева, потому что что-то мне кажется, что он сейчас только изготавливает. Ну, собственно, я. И есть еще музыканты, которые тоже практикуют, но не знаю, позиционируют ли они себя как педагоги. То есть те, с кем мы выступаем, вот, они тоже играют, но возьмутся ли они учить. Я преподаю уже 4 года. Сначала я, конечно, преподавала классическую флейту, потому что, ну, типа, это вообще-то моя профессия, классический флейтист. Но меня что-то так сильно унесло, что я унеслась. Вот. И последний год, наверное, я просто посетила, подсчитала учеников. Кто, на чем играет. Так получилось, что у меня почему-то больше половины это ирландская флейта. Откуда эти люди взялись, я вообще не понимаю. Ну, точно, где они ее купили. Это первое. И, ну, и всякие вот эти вислы. Откуда-то берутся люди, которым это интересно. И вот вы сюда пришли, это очень круто, мне кажется. Потому что мне, как человеку, который играет эту музыку, очень сильно не хотелось бы, чтобы она замерла или прекратилась или остановилась. И если вам станет интересно ее играть, я просто вообще буду счастлива. Вот.